МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокампании Гомелю, студии працуя Марина Джалая, глядите у гэтым выпуску. Головная задача депутата – допомагать людям. Як працуть на месцах народные обранники, доведалися наши корреспонденты. Пакуль вартовники спять, злодии вывозят за господарок с Божжа и Палева. Правооховники протягивают мониторинг у АПК. Мир – дорожайшая каштоунасть. Юные миротворцы представили с правоздаршу об своей деяности. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сёння прынял дел у посаджении совета керевников держав СНД у Сочи. Одно с прынятых решений Украин у дениц СНД – поглубление взаимодействия о боротьбе с терроризмом и коррупцией. Президенты одобрали концепцию супрацовництва у сферы протидения, адмыванию доходов, отрыманных злачинным шляхом, финансованию терроризму и распаусюдживанию зброи массового знищения. До инших тем выпуску. Выслухать проблемы, які хвалюють насельництво и допомогти у их вырашенні. Сёня у Хонницким районе пройшёл День депутата. Про организацию работы со зворотами громадян и реализацию приватных инициатив доведався Олег Сентюроу. Михаил Глушаков и Александр Новицкий – работники системы эдукации Хонницкого района. Або два тренера потяжкой атлетицы и або два аматоры працы на земле. Починали с плодовых отсадов 25 соток. Зараз звернулися у сельсовет с просьбой о выделении еще одного гектара. Тепер населенный пункт Езапов будет вёской садом. Неколи на участку Михаила Глушакова и Александра Новицкого было 100 древ. Зараз их уже около 2000, а в наступном годе будет 5. Властная инициатива и подрымка местовых органов УЛАД дозволили вернуть у оборот землю и отрымить на её корыстную продукцию. Сельсовет нам пошел на встречу и предоставил нам участки, где были захоронены дома на этом же селе, как бы получается, пустующие. И вот уже Гибрадзем вчера приезжал, делал обмер какой-то там. Ну, всё в процессе идёт. Подрымкой инициатив местов Гоносенецкого для депутатов Хонницкого районного совета принциповая позиция. Миновата так, у Хонниках отрамотовали шерых подъездов, которые теперь можно лечить узорно-показальными. По этой же схеме зараз проводится доброапорадку недворовых территорий. Депутаты допомагают с быдовницем альтанок, которые жахары домов потом похорбуют за властный кошт и будут утримливать в належном стане. По-перше, это позволяет значительно снизить колькость фактов вандализма, а по-другому, выкраняя факты утриманства. Малпа на Ёлце, волк на велосипеде. И вот там Боратино с гармоником замест золотого ключа. Усё, это вырабил. Один из местовых жахаров. Такого дворыка на Гомич не больше нема. Причем с кожным годом колькость персонажа увеличивается. Выконание бюджету, развитие сельских подворков, добропорадкувание, работа с молодыми специалистами, тем, какие закрыты для депутатов Ходинского районного и сельских советов, сегодня нема. При том, что депутаты и сами часто проявляют инициативу. Менавито таким чином у Казярусской средней школы реализовали три проекты в рамках программы развития Организации Объединенных Наций. Один започник – открытие от теннисного корта и шматфункциональной гулявой плясовки. Районный день депутата завершается приемом громадян. Ситуацию на местах у советах ведают добро. В районе постоянно проводится анкетование и близопытание, а тому и решение принимается зоником у всех околичностей, что в свою чергу дозволяет выражать реальные проблемы, которые с оправдой хвалуют людей. Мы провели 12 встреч информационной группы района совета, где 118 вопросов было и подняты перед нами. 90 вопросов мы разрешили или разъяснили. 14 вопросов на сегодняшний день находятся у нас на контроле. Еженедельно, дважды в неделю мы уезжаем с депутатом по предприятиям, по сельским населенным пунктам и работаем с группой депутатов. То есть не собираем зал, а мы работаем рядом со станком. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель», Хонецкий район. Супрацовники органов внутренних справ Гомельской области протягивают мониторинг на объектах агропромыслового комплексу. Факты правопорушения выявляются практически что дня и во всех районах. А знаходжение на прационном месте в стане алкогольного опьянения, так и радиожоу сельской господаршей продукции и дизельного палева. Только за минулый тыдень в области с упрацовниками милиции было проведено 109 рейдовых мероприемствов, подчас яких выявлены 34 факты дробных крадяжов. Шесть работников господарок у основным вортовники находились на прационных местах у нитьярозом стане. Так само выявлялись факты неналежной захованости майомости и организации вортовой аховы. Сирот наибольши распаусюженных у господарках – крадяжи дизельного палева, муки, комбикорму, сбожи, соломы и продуктов харчевания. У Ветковским, Октябрьским, Житковичским, Петриковским и Наравлянским районах выявлены факты крадяжу кукурузных подшатков и сбожи кукурузы агольной вагой каля тонны. У Кармянским, Рогачевским и Ветковским выкрали 3 тонны соломы. Только из поля у господарки «Искра» ветка выкрадальник вывез 2 тонны. У Гомельским районе из поля выкрали 50 кг цыбули. Адразу у сями районах в области выявлены крадяжи дизельного палева, агольной вагой каля полтоны. Апошний факт отбылся у Лоевским районе. У машине Гомельчанина, який знаходився у командировцы УКСУП Стародубка, милиционеры знайшли 200 литров солярки. Проверывши место жихарства выявили яшы 250 литров, а так само мяшки с комбикормом. Выращается пытание об избудженне криминальной справы. Правооховники нагадывают, любое ожидание узбогатиться державным добром «Тягни за собой наступствую». По всем выявленным случаям хищения в сфере агропромышленного комплекса сотрудникам милиции проводятся проверки. На лиц, совершивших административные правонарушения, составлены протоколы по части 1 статьи 10.5 Кодекса Республики Беларусь административных правонарушений. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Аутоинспекторы Гомельской и Бранской областей провели суместную отпрацовку приграничных дорог. До оперативно-профилактичного мероприемства обеспека без межау так само долучились супрацовники криминального вышеку и миграционной службы. Наш корреспондент Ганна Каральчук назирала за ходом суместной операции. Строго один дня и до полночи супрацовники управления ДАИ Гомельской области суместно с российскими коллегами патрулевали две приграничные трассы М-10, якая идея от Мяжи России до Кобры на Прозгомель и М-13, Бранск, новозыпка у Мяжа с Беларусью. Дорожно-патрульная служба проверяла транспортные сродки на незаконный перевоз материальных каштовностей, например, металлу або безакцизной товарной продукции. Миграционная служба контролевала парадок перемещения и знаходжения замежных грамотян. А кроме того, супрацовники аутоинспекции и криминального вышеку отпрацевали деньги по плане пирохоп. По легенде, транспортное средство было угнано с территории Республики Беларусь. После того, как информация поступила от наших коллег, мы проводим мероприятия по розыску и задержанию преступников. Аналогично, скажем так, отрабатывают наши друзья-коллеги белорусы. Элемент боевого слаживания – это элемент отработки взаимодействия, в первую очередь, как дежурных служб, так и непосредственно наряда в дорожном послании. Которые службы и нарядов милиции, полиции в общем. Начальники аутоинспекции двух областей приехали на нейтральную территорию помеж державами, как принять грамотян и выслухать их пожадания по поляпшении работы службов. Пытания от якости аутодорог до нюансов законодавства. Вогаля, по колькости задержанных супрацовников, это совместное мероприемство стало самым масштабным. Про эффективность такого взаимодействия каже статистика. Это не первое совместное мероприятие. Мы уже только в этом году три раза проводили, анализируя подведение итогов. Это уменьшение водителей, которые управляют в нейтренном состоянии. Ну, конечно же, скоростные режимы на автодороге они имеют место быть. Результаты работы, в частности того, что когда проводим мероприятие, не совершаются дорожного трасса, где бы погибли, либо получили ранения люди. У вынеку проведенной операции 11 экипажей УДАИ Гомельской области выявили 77 порушений у правилов дорожного руху. Это у приватности кирования транспортным сродкам без водительских прав. Отсутность техничного огляда автомобиля, обгон и навод пять выпадков порушений сбоку пешеходов. Мобильными датчиками контроля ухудкости зафиксовано амаль 300 фактов перевышения. Гана Коральчук, Игорь Марыщенко, отель радиокомпания «Гомель». Английская мова у будущей профессии. Адукационное мероприемство под такой назвой сегодня у першыню пройшло у Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны. Обзначности замежной мовы у профессийной деянности распавяли представники комитета экономики Абл-Ваканкама, специалисты банковской сферы, промысловы гигантов, буйных организаций, які займаются внешнеэкономичной деянностью. Их слухачами стали студенты университета, а так само старшоклассники 72-й школы Гомеля. Сегодня наибольшь запотребованная на рынку працы специалисты с ведением замежных мов. Минавито гэты критерии уліку самых значных. Разом с тим працадавцы означают дефицит таких кадров. Подобные сустречи добрая мотивация для будущих специалистов узмоцнена выучать англійськую мову. Мне очень нравится, что сейчас этому уделяется большое внимание. Конечно, нужен язык. Причем язык не один, одного уже недостаточно. У нас на сегодняшний день в Гомельском отделении мы делаем переводы на 23 языка из 23 языков. Должна отметить, что председатель палаты Владимир Евгений Чулахович владеет четырьмя языками профессионально. Но это возможность хорошо общаться с миром. Как вы знаете, сейчас в Республике Беларусь идет тренд увеличения экспортных поставок за рубеж. И ввиду этого специалисты со знанием иностранных языков они очень невостребованы. Партнеры наши, международные трейдеры, они все находятся за рубежом. То есть в странах Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. Поэтому функция одной из основных маркетинга это коммуникация. И без английского языка здесь, к сожалению, не обойтись. Беслан, Смоленск, Минск. Вушни Гомельской школы Миру побывали в этих городах, а затем провели великую справоздачную конференцию. Мероприемство было глубоким, эмоциональным и надзвучай кранальным. Ураженными от его наведывания поделятся наши корреспонденты. Такие простые и привычные слова об том, что Беларусь символ мирного життя в этот день набыли особливый сенс. На протягу ты дня в Учни разом с керавництвом 27-й школы наведывались миротворческие миссии розные городы России и столицу Беларуси. В каждом городе прошли мероприемства, накераванная на духовное единание беларусов и россиян. Той, кто вычится патриотизму, сябровству и сумленности в дятинстве, обовязково пронесет в этой якости про свою життя. Одним из основных направлений фонда мира является международное сотрудничество. И вот школа мира как раз в этом плане и задает тон. Они заключили пять соглашений со школами России о сотрудничестве. И поэтому периодически наши ребята едут и они приезжают. Самое глубокое и хвалюющее уражение это поездка в Беслан. Уси памятают, что 13 годов тому 1 вересня тут отбылся террористичный акт. Полторы тысячи вучнив и наставников школы три дни в полонии держали террористы. В вынику трагеды загинули амаль 400 детей и дорослых. Вучни гомельской школы побывали в этом месте без конца смутку, где все засталось не кранутым. Небыто драма разгорнулася только у Чора и смогли сразуметь сами и подчас мероприемства донести до усих присутных, что такие простые слова як мирное житё самое важное для кожных от человека. Очень тронуты всеми мероприятиями, которые там были, особенно первая школа Беслана. Находясь в этом спортивном зале такое чувство, ну как будто вот минуту назад все происходило и сейчас ты стоишь на этом месте, где были люди, дети, учителя и очень переполняют эмоции. Также мы побывали в новой школе номер один города Беслан. Вот как будто сравниваем то, что старая школа и новая. Новая, вот ее очень преобразили, очень тронуло то, что сделаны много музеев, которые посвящены трагедии. У весну на день я дна не народа у Белоруссии России у Гомельскую школу миру приедут в учни из Москвы, Санкт-Петербурга и Переяславля-Залескага. Марина Джала, Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель. У Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина сегодня прошла презентация книги «Прокуратура Гомельской в области 95 годов «Естория и сучасность». Книга выдадена Гомельской правдой под агульной редакцией прокурора Гомельской в области Державного советника юстыции третьего класса Виктора Морозова. Гэта выник великой доследшей працы як забластным так и национальным архивам нашей краины. Допамагали у пошуках информации так сама коллеги с Казахстана и Российской Федерации. Книга для устровы сторонки «Естория и прокуратуры Гомельской в области с первой половы минулого ста годзе. Яна распаведая пройденность супрацовников службы у довоенный пиреет подчас великой отшиной и до наших дён. Центральное место отведено в вспоминок ветеранов службы». Я хочу сказать у прокуроров за 95 лет те, которые были в строю всегда хватало мудрости принять правильное и справедливое решение. Поэтому мы отдаем дань нашим ветеранам. Книги мы вручили тем ветеранам, которые сегодня здравствуют, вручили семьям, которые очень свято и трепетно относятся к памяти. о своих отцах, о своих дедушках, бабушках. Поэтому, я думаю, вот таким образом мы выполнили свою миссию перед старшим поколением. На этом выпуск завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире. субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...